Почему люди, которые приходят на семинар, не делают то, что им говорит тренер? А что они делают? А делают что-то свое. Как я вижу, два варианта. Вариант номер один. Они не понимают, что говорят тренеры, боятся спросить. И поэтому там что-то пытаются повторить, как они это видят. Особенно это, в первую очередь, касается новичков. Они не понимают и делают согласно не инструкциям, а согласно своему представлению. А той технике, которую он в данный момент изучает. Вариант номер два. Показать. Смотри, тренер, я еще вот так могу. Смотри, какой я охуенный. Я знаю на две техники больше, чем ты показал. То есть больше, чем все в этом зале. Я клевый, похвали меня. И вариант номер три. Они просто не доверяют той технике, которую показывают. Ну, условно говоря, недоверие к технике проявляется, как правило, от того, что человек неправильно ее запомнил, неправильно повторил. Может быть, когда-то ранее, да, что-то похожее он делал. И он теперь делает по-другому и неправильно. Я помню, когда я пришел на свое первое занятие по джиу-джитсу, это был первый семинар по джиу-джитсу. И пришел я со своим другом, который тоже не из джиу-джитсу, мы вместе занимались, но мы. А с Ройом Дином мы изучали там раскрытие черепахи. И когда все делали то раскрытие черепахи, которое показывал Рой Дин, да, который проводил семинар, мы делали другое раскрытие черепахи и пытались всячески привлечь внимание Роя Дина именно с выражением лица. Смотри, как мы можем, смотри. И в итоге однажды он мимо нас прошел, мы ему показали, глянь, вот, а мы вот так вот делаем. Он, ну мы сейчас другой отрабатываем. Не, ну мы вот так вот делаем. Он сказал, окей, развернулся и ушел. Нам показалось, что мы ему запомнились. И очень серьезный вопрос. Вот если в паре первый номер работает, второй номер, как кукла, ассистирует, если второй номер видит, что первый делает какую-то полную дичь, что делать? Сказать ему? Позвать тренера. Ни в коем случае не начинать подсказывать самому. Не начинать проводить семинар внутри семинара. Это семинар определенного тренера, и если ты видишь, что у твоего приятеля в паре не получается, нужно позвать тренера. Не пытаться играть самому тренеру, не отнимать время у этого чувака, не молчать. Ладно, хер с тобой, у тебя не получается, делай как хочешь. Позвать тренера. Это ты в паре, и ты сейчас отвечаешь не только за себя, но и за того человека, который вместе с тобой. Это и с точки зрения безопасности, и с точки зрения просто человеческой, социальной какой-то ответственности. В этот момент вы в паре.